В эфире телекомпания «Круг новости» с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналист информационной службы и я, Катерина Филиппова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите. На баскетбольной площадке устроили автомобильную стоянку. Жильцы требуют у местных чиновников обеспечить возможность заниматься спортом. Упавшая ветка дерева повредила два легковых автомобиля в центре Одессы. Владельцы имеют право потребовать у городской администрации возмещения ущерба. Чемпионом мира по французскому боксу «Сават» стал студент Одесского государственного университета внутренних дел Иван Памбук. По информации Одесского областного центра контроля и профилактики заболеваний МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 30 одесситов. В целом, с начала эпидемии на 3 августа в Одессе зарегистрированы 66 325 случаев. На лечении в городской клинической инфекционной больнице находится 61 пациент с COVID. Из них 24 человека в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии 37 пациентов. Из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ. Зарегистрированы два новых случая у детей. Две девочки находятся на амбуртовном лечении. Одесская мэрия отказывается спасать от разрушения дом купца Лерхи на Приморском бульваре, отмечая, что это не в ее компетенции. Во дворе домов номер 16, 18 и 20 по улице Черняховского неизвестно сколько лет назад оборудовали баскетбольную площадку. Молодежь, что когда-то играла на ней, если еще и не состарилась, то наверняка выросла у своих детей. Машин с тех пор стало несравненно больше, а порядка меньше. Изменились отношения между людьми вообще и власти к народу в частности. Баскетбольную площадку местные автолюбители используют как стоянку. Даже в середине рабочего дня тут стоит несколько машин. А вечером, когда после работы или занятий самое время поиграть, места уже нет. Вот, сами вы видите, посмотрите, обернитесь, буквально на 90 градусов вы все увидите сами. Так что, причем тут может быть разговориться, вы сами все увидите. Вечером еще хуже, полностью вся полчительская площадка занята машинами. Ставят машины все, кому не лень. И здесь, и тянутся куточки. Везде. Действительно, много машин, дети не могут играть в мяч. Ну, из соседних дворов вроде есть какие-то машины, хотя я не знаю, кто именно. Да, есть такой факт. Просто детки уходят поиграть в баскетбол, машины стоят, мячом попадают в машины, срабатывает сигнализация. Есть проблема. И выбегают хозяева? Ну, как бы, разогнаться особо негде, потому что на детской площадке стоят машины. А давно вот это вот уже? Сколько я помню себя, да, всегда здесь такая ситуация. Но вопрос в том, что им негде их ставить, эти машины. Тут палка двух концов. Во дворе есть сравнительно новая детская площадка. Но через несколько лет эти дети вырастут. И, возможно, им тоже захочется поиграть в большой баскетбол. Тогда и спросят взрослых, почему городская власть обещает заботиться о подрастающем поколении, а на спортивной площадке стоят машины. Жалоба жильцов размещена на сайте единого городского центра обращений граждан. ЖКС Фонтанский, который якобы ответственен за надлежащее содержание данной спортивной площадки, за последние годы никаких действий не предпринимал. Более того, сейчас даже не подметается и не убирается мусор на площадке. Все всегда ремонтировалось исключительно своими силами. Сами меняли сломавшиеся баскетбольные кольца, меняли прогнившие доски в деревянных щитах, красили. Очень прошу на основании решения исполнительного комитета Одесского городского совета от 29 декабря 2016 года привезти в надлежащее состояние спортивную площадку, огородить территорию площадки или хотя бы заблокировать возможность автомобилям заезжать и парковаться на ней. Решение исполкома вынесено в декабре 2016 года. Чего же оно стоит, если в июле 21-го горожанам приходится напоминать мэрии о необходимости выполнения своих же решений? Обещать не работать. Одесса превращается в автомобильную стоянку. Каждый клочок земли, где еще не успели построить высотку или поставить торговый павильон, занимается машинами. С разрешения власти и самовольно. Жители обращаются в мэрию с бесполезными жалобами. Дом номер 5 на Приморском бульваре – памятник архитектуры национального значения. Дом купца Лерхе. Он был построен в 1823-26 годах в силе псевдобарокко по проекту знаменитого Франца Боффо. По заказу купца Бродина в 1892 году здание выкупил купец Лерхе. После чего, по его заказу, дом перестроил архитектор Герман Шеврембрандт в 1895, добавив четвертый этаж и колонны на уровне второго этажа, чтобы не разрушать гармоничное сочетание соединением более низкими домами. На данный момент здание находится на грани разрушения. Регулярно с него опадают куски фасада. Последнее обрушение произошло 2 августа. От памятника архитектуры отвалилась огромная глыба вместе с фонарем. Камни упали на тротуар. Прохожим повезло. Никто не пострадал. Отметим, Приморский бульвар – место, куда первым делом едет каждый турист и которое, собственно говоря, вечерами кишит людьми. Однако при всем этом мэрия спасать разрушающее здание не намерена. Дом находится в частной собственности и является памятником национального значения. Но, как заявили в мэрии, городские службы не могут даже выходить на проверку и на собственника влиять. Это компетенция Министерства культуры. Также там добавили, что управление по защите памятников уже обращалось в министерство, но ответа не получило. То есть, получается, ответа можно и не получить вообще. Дом разрушается, а мэрия так и будет сидеть, сложа руки, говорить, что это не в нашей компетенции. Как так? Главный управляющий орган города не в состоянии договориться с Министерством культуры, в конце концов, найти какие-то рычаги давления, но спасти памятник. Как бы это банально ни звучало, но фасады архитектурных строений – это лицо города, и в том числе мэра. Власть, которая не может навести порядок в городе, такое неподобство, наверное, только в Одессе можно встретить. В самый разгар туристического сезона город утопает в мусоре. Местная власть таких мелочей не замечает, ведь у нее есть дела поважнее. В который раз обращаем внимание на санитарное состояние пляжей и территории вокруг них в самый разгар курортного сезона. Это просто возмутительно. Не пляжи, а сплошные рассадники вредных бактерий. Казалось бы, морское побережье – это то, куда городская власть в курортный сезон должна направлять все силы. Ведь море – это наша визитная карточка. Но не тут-то было. Все с точностью да наоборот. Для примера возьмем пляж Чкаловский. Один из немногих оставшихся бесплатных пляжей в нашем городе. Чистая вода, хороший песок и место достаточно. Пляж довольно широкий. Но на этой территории всего несколько маленьких урн. И те коммунальщики не особо спешат или же не успевают убирать, а отдыхающие продолжают бесперерывно сносить мусор. Теперь склоны к пляжу превратились в огромную нелегальную свалку, которая к тому же сопровождается еще и удушающими запахами. Пахнючий реалии курортного сезона публиковал и нардеп Артем Дмитрук на своей инстаграм-странице. Он пишет, все зоны отдыха в Одессе заполнены мусором и грязью. И таки за такой пахнючий хаос депутатам и мэру города вообще не стыдно. У них просто нет времени, чтобы навести порядок. Поэтому они только и деребанят землю и бюджет, а на улицах до сих пор грязь и разруха. Одесситка Людмила Ставрова отметила, что сюда уже заглядывают иностранцы. У воды слышна и польская, и даже итальянская речь. Так что вполне вероятно, что вскоре это место станет новой одесской достопримечательностью. Обидно только, что данный вопрос интересует горожан, а не управленцев. И стыдно нам, а не им. Геннадий Леонидович, может вместе прогуляемся на Чкаловский пляж, чтобы вы, так сказать, в полной грудью ощутили всю прелесть отдыха в самом подготовленном курортному сезону городе? Вы же об этом заявляли. Заодно и оцените свои управленческие способности. Халатность и бесхозяйственность чиновников уже не раз дорого обходилась городскому бюджету. Муниципальная власть выводов не делает. Возмещать ущерб владельцам автомобилей, поврежденных упавшей веткой, снова придется из городского бюджета. Возле дома номер 44 по улице Постара огромная ветка серьезно повредила сразу два автомобиля – Фольксваген и Миссубиси. У обоих помяты крыши и разбиты лобовые стокла. Люди не пострадали. А одна из машин – Николаевская. Родители с детьми приехали отдыхать и ненадолго вышли, чтобы отнести вещи к квартиру. Работники города Зелентреста быстро убрали ветку. Наверное, чтобы свидетелей было поменьше. Когда деревья нужно вовремя подрезать, коммунальщики не торопятся, а надо. Два суда в аналогичных ситуациях мэрия уже проиграла. Владельцам поврежденных машин пришлось выплатить 132 тысячи гривень плюс 9 тысяч судебного сбора. Если сейчас дело дойдет до суда и мэрию обяжут возместить ущерб, деньги потерпевшим снова выплатят за счет городского бюджета. Халатные чиновники отвечать не будут. Недалеко от дюка археологи нашли заспиртованного осьминога. Ему около 80, а то и более лет. Об этой находке сообщил на своей странице в Facebook профессор Андрей Красножон. В ходе раскопок на Приморском бульваре всего в 11 метрах от потемненькой лестницы найден осьминог. Точнее осьминожек возрастом лет 80, а может и все 100. Как отмечает профессор Краснонож, пока все мы, одесситы и гости города, а также наши родители, дедушки и бабушки, прогуливались по плитке самой известной в мире мостовой, он покоился в формалине на глубине полутора метров в специально изготовленном сосуде как анатомический препарат. То есть Одесса даже в археологических исследованиях, похоже, держит первенство города уникального. Добавим, свалка аптечного характера у дюка содержала десятки флаконов и прочего медицинского боя, которые датируются второй половиной 1930-х и началом 40-х годов. Среди прочего в ней оказался и запаянный флакон с нашим плавающим осьминогом. Удивительное, как оказывается, рядом, и оно прямо под ногами. Золотая медаль чемпионата мира по французскому боксу «Сават» в Одессе. Сильнейшим в этом виде боевого искусства стал будущий правоохранитель, студент Одесского государственного университета внутренних дел Иван Памбук. Чемпионат мира по французскому боксу «Сават» проходил 30 и 31 июля в австрийском городе Вайц. В составе сборной команды Украины выступил студент второго курса факультета номер один Учебно-научного института права и кибербезопасности Одесского государственного университета внутренних дел Иван Памбук. Во время финального боя весовой категории до 80 килограммов нашему боксеру противостоял соперник из Сербии. Иван нокаутировал его во втором раунде. Для Украины национальный французский бокс «Сават» – широко распространенный в мире сравнительно новый вид боевого искусства. Он зарегистрирован в коллегии Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта только в 2008 году. «Сават» объединяет привычные для европейца приемы классического бокса, восточную технику работы ногами и тростью или палкой. Кроме самозащиты, французский бокс – эффективная система оздоровления и тренировки силы воли. Наш выпуск новостей подошел к концу. Дали информацию о синоптиках о погоде. А я напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте о наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Всего доброго и до новых встреч в эфире. По прогнозу гидрометцентра Черного Азовского моря 4 августа в Одессе солнечно. Ветер восточный 4,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21-22, днем 26-27 градусов тепла. Температура морской воды 24 градуса.